МОЙ ЛЮБИМ И ГОРОД За два года, в принципе, сделано это очень много. Основной упор был сделан на наше социальное учреждение, это сады, школы, благоустройство дворов, частично, частично ремонт дорог. Вот в данном случае, если брать 2018 год, у нас проблема была с привлечением средств на ремонт уличной дорожной сети города, но мы с этим справились. И вот, так сказать, в рамках этого переходного периода, смотря на скатанную станцию, в данном случае Павлович Ильич Лубенский, было принято решение, что из тех средств, которые к нам поступили, 2 миллиона рублей были выделены на ремонт уличной дорожной сети. Мы постарались вместе с подрядчиком сделать по максимуму те объемы в тех суммах, закрыть, так сказать, сложные моменты. Понятно, что у нас есть дороги, как там Сосновка, Кукуевка, дорога Н12, которая возле УТЦ. Эта вся уличная дорожная сеть будет отремонтирована в 2019 году. У нас уже прошел аукцион, с апреля по июнь пройдут ремонтные работы. Денежные средства, которые пришли в город благодаря помощи и поддержке Улицына Андреевна Ильича Петрова, генерального директора концерна Росэнергоатома, Алексея Владимировича Островского, нашего губернатора, как бы нам сложно ни было, но этот вопрос решен. Это в части, касающейся уличной дорожной сети. А в части, касающейся наших школ-садов, комитетом по образованию у нас объемы все подготовлены. Я думаю, что, надеюсь, что эта программа продолжится работать при поддержке Смоленской атомной станции в 2019 году. Мы прекрасно понимаем, что в школы-сады ходят наши дети, и безопасность, она должна быть превыше всего, и, соответственно, создание более комфортных условий в наших учреждениях. Ведь, если я уже затронул тему детских садов, в следующем году в наших планах три детских сада. Это Иушка, четвертый микрорайон, третий микрорайон, Ласточка и Дюймовочка. Мы будем эти детские сады приводить в порядок в каком плане? Значит, капитальный ремонт кровли, ремонт фасада устройства вентилированного. То есть, вот маленькая ремарка. Вы, наверное, помните, когда Андрей Венальевич приезжал к нам в город, мы задавали детские сады, и иногда задали вопрос, что потом, и будет ли продолжение. Так вот, продолжение будет в 2019 году. То есть, у нас с вами еще появятся в городе обновленные наши детские сады, ну, в том формате, о котором я говорю. А средства, которые будут сэкономлены при проведении аукциона, пойдут то же самое в этих жительских садах, только на другие цели. Допустим, на ремонт помещений, на устройство системы видеонаблюдения, на приобретение детских игровых комплексов. То есть, я надеюсь, что это все у нас получится и заработает. Как бы договоренности у нас достигнуты. Сейчас, в принципе, это у нас идет уже полномерная работа в плане осмечивания, подготовки объемов. Эта работа у нас начнется в 2019 году, когда уже, в принципе, мы получим подтверждение финансирования. Но предварительные, как бы, уже договоренности у нас достигнут. В городе у нас стартовала такая программа «Комфортная городская среда». Как в 2018 году проходили работы и что удалось сделать, а что не удалось, что мы оставили на потом? Все, что было запланировано в 2018 году, город Десногорск выполнил. Я считаю, что мы с поставленной задачей справились достойно. В 2018 году, как вы помните, в марте месяца текущего года у нас были выборы президента Российской Федерации. И помимо выборов главы государства, мы с вами выбирали ту или иную территорию, которую будем общественное пространство благоустраивать в 2018 году, в 2019-2020 году, то есть в зависимости от того, кто как победил. В этом году у нас первая позиция была за парковой зоной второй микрорайон, между первым и вторым микрорайоном. Там были выполнены работы у нас по укладке плитки, было реконструировано полностью освещение, появились малоархитектурные формы, урны, скамейки, газонные ограждения. При проведении данных видов работ мы сэкономили чуть больше миллиона рублей в ходе проведения процедур. И в принципе-то эти деньги все пошли в эту же парковую зону, на те объемы, которые нам, соответственно, не хватало. И тот результат, который сейчас могут наблюдать все наши жители, я думаю, что он налицо. Впервые в городе Десногорск принял участие в программе такого уровня. Помимо этого, благоустроивались дворы. Значит, мы привлекали к этой работе наши управляющие организации, СССР и МУПККП, наших активных граждан. И вот ту работу, тот результат, который сейчас есть, это благоустроенный двор дома номер 10 первого микрорайона, дома номер 1 второго микрорайона, и дома номер 7-8 четвертого микрорайона. Здесь мы работали совместно с жителем и управляющей организацией. И опять же, результат он виден нашим гражданам. Я думаю, что вот в таком формате мы продолжим реализовывать данную программу «Комфортная городская среда». Дело в том, что если на 2018 год нам было выделено 10 миллионов рублей, то в 2019 году, пока предварительно нам суммы подтверждены, это порядка 15 миллионов рублей. И я думаю, что это еще не окончательная цифра, так как окончательно будет распределяться это все по итогам 2018 года. Ну, кто как работает, кто так, соответственно, и получает. В 2019 год мы планируем, значит, ну, первое, что это благоустройство парковой зоны, вернее, пешеходной зоны в третьем микрорайоне, третья-четвертая школа, вот наши сады детские, это ласточка-дюймовочка, то есть полностью по этому прямоугольнику со стороны жилых домов, со стороны школы. Сейчас мы завершили, так сказать, с визуализацией дизайн-проекта, потому что сейчас дизайн-проект в обязательном порядке должен пройти согласование в области, в департаменте по строительству. Инициатива наших горожан, она была выбрана в приоритетах, то есть это место номер два, то есть в рейтинге голосования. А так как вот в начале то, что я вам рассказывал про наши детские сады, которые там находятся, вы можете визуально представить, когда это все осуществится, какая красивая территория станет вот в третьем микрорайоне. То есть мы завязываем все это дело комплексом. То, что касается придомовой территории, здесь опять же мы в этом году активно привлекаем наши управляющие организации. Уже в отдельных домах общее собрание прошли. Насколько я знаю, это у нас дом номер один, два седьмого микрорайона. Документы представлены в администрацию, сейчас находятся на проверке. И потом им предстоит этим документом пройти через общественную комиссию. Знаю, что проходили общее собрание, первый микрорайон, первый дом. Ну, пока документов не видел. Ну, еще ряд домов у нас, где наши управляющие организации разработали совместно с жителями дизайн проекта. Посчитали, сколько это было дело стоить. И сейчас полным ходом идет работа по проведению общих собраний и оформлению полного пакета документов и представлений для рассмотрения на общественную комиссию. Здесь самое главное, мы должны четко понимать, что эта работа, она должна реализовываться вместе с нашим населением. Вот только вместе мы сможем принять какое-то единственное правильное решение, и чтобы это всех устраивало. Кому-то там парковка, кому-то там игровой комплекс. А если уже брать общественную территорию, те, которые у нас остались, это городской пляж и четвертый микрорайон. Так вот, в четвертом микрорайоне, опять же, благодаря поддержке Смоленской атомной станции, сейчас там реализуется проект по благоустройству данной территории. Прошел у нас аукцион. Окончание работ будет в мае 2019 года. Но сейчас уже, в принципе, дорожники определенный вид работ сделали, там делали разметку, поставили бордюры. Если вот кто часто посещает тот микрорайон, мы с вами можем уже видеть, что территория уже изменилась. Тем более, что в течение лета, осени текущего года там проводились земляные работы. Там принимали все активные участия, и как на общественных началах, и Смоленская АЭС-сервис, и Атомтрасс, которые возглавляют наш областной депутат Михаил Васильевич Лосенко. Он, я вам скажу, очень активно включился в эту работу. Осенью там были посажены деревья, хвойные, дубы, кустарники. Поэтому убраны в том числе и больные деревья. Поэтому та территория благоустраивается, и там останется по большому небольшой штрих только уличное освещение. Мы вот сейчас совместно с Элсом этот вопрос прорабатываем. В принципе, сейчас посчитаем, сколько это будет стоить. Я думаю, что мы ее тоже включим в рамках комфортной среды на 2019 год, и та территория у нас будет освещена. И более того, она еще будет насыщаться малыми архитектурными формами. То есть вот этот проект, комфортная городская среда, по большому счету, он реализуется совместно с другими нашими проектами, как любимый город, в том числе. То есть это все как бы взаимосвязано. И наш любимый городской пляж. Это один из элементов нашей городской набережной. А раз я затронул уже городскую набережную, то хочу сказать так, что мы планируем принять участие в конкурсе Минстроя малых городов. Это наподобие комфортной среды. Одно из условий, чтобы мы могли победить в этом конкурсе, должны быть ввязаны ряд других объектов, которые находятся рядышком. А вот рядышком у нас с вами находится пляж. Площадка – колесо обозрения. Там сейчас у нас реализуется инвест-проект «Галактики». Дата начала строительства – ноября 2018, окончание ноября 2019 года. Это порядка 130 миллионов рублей реализация данного проекта. Рядышком у нас находится наш курган, где в следующем году будет реализовываться музей под открытым небом. Мы сейчас завершаем проектные работы и надеемся, что к дню освобождения Смоленщины город получит новый обновленный объект. Там выделено нам концерном порядка 15 миллионов рублей. – это приличная сумма. Поэтому наша набережная, о чем я ранее сказал, мы хотим привязать к этим всем объектам и победить. До 1 апреля 2019 нам необходимо разработать проектное решение и представить на комиссию. То есть это довольно-таки кропотливая большая работа, которую нам предстоит делать совместно с муниципалитетом. Мы уже выходим за рамки данного проекта «Комфортной среды» и смотрим немного, так сказать, на перспективу вперед, понимая о том, что за нас никто не придет, ничего не сделает. Но при поддержке, как уже ранее говорил, администрации Смоленской области, концерна Росэнергоатом, Смоленской атомной станции, несмотря на все трудности, которые у нас есть, мы те вещи социального, так сказать, направленности, я думаю, что пытаемся все это дело реализовать. И жители потом по достоинству оценят те новшества и изменения, которые ждут наш город.